так любимый простите мне звонили просто 1 канала так вышло что завтра я должна была ехать короче семи вечера а перенесли на сейчас скажу на сколько а короче на час дня поэтому собственно говоря я вот сейчас сидела всем привет мои любимые давайте волосы распущу чтобы я более-менее человеческие видео а у меня голова не мыта это вообще жизнь что ждет я поздороваюсь с твоими подписчиками всем здрасте мы сегодня получили второе место с хором с ансамблем поздравляйте нас все все очень рады вас их видеть спасибо прекрасно он спасибо конечно что вы так не говорите это не не тебе говорит это они мне сказали шутка ваш ну шутки не про шутить уж нельзя смотреть какая кофточка красивая я уже 12 лет вот короче такие дела огонь спасибо большое а завтра да все поняла завтра будет машина в час дня окей этого из первого канала просто написали правильный а ты станешь так ждать честно она даже выбрать наряд сразу в которую поеду машинка ты разговариваешь подписчиками сейчас пока нет дорогие друзья я не общаюсь с сашей задойным но кстати да я всегда говорю все как есть если если другие могут что-то преувеличивать по поводу я не знаю там своих шмоток да вот этих роскошных еще чего-то я всегда все говорю как есть вот что у меня там допустим вещи заказывают там либо на базе либо в шоу а мне не стыдно это сказать потому что я раньше сама жила в самаре и я смотрела за другими блогерами и я думала типа вот какие они все крутые какая неудачница по сравнению с ними так вот я хочу сказать что если ты блогер здравствуй сынок это не значит что у тебя миллионы просто до рублей как говорится ты такой же как все причем знаете еще офигевая как мне люди подходят торговых центрах это гибать маш это такая простая конечно а что ничего не меняется ты сегодня блогер завтра это не блогер сегодня у тебя у кого-то там новость блогеров миллионы а завтра грубо говоря ничего поэтому я считаю что самое главное оставаться просто хорошим человеком деньги за телефон не вернули но я опять заказала короче телефон через свою подругу сегодня вот мама супер да войну ты офигел ты пользуешься тем чтобы сели бывали не загораживали иди со стола а уйди пожалуйста ваня а ванюди со стола ваня ты чё иди отсюда вань иди пожалуйста ты загораживаешь мой эфир добровольно не уйдет честно я не слежу за шар за за сашей чему ну блин ваня те говорю что сваришь мой телефон так нельзя делать я не слежу за сашей чёрно потому что она меня побила сильно в свое время на проекте хотя мы все прекрасно понимали как устроен проект вот мы все это знали те кто находился тогда и она просто ради эфиров пришла меня побила нормально отношусь у меня ревновала к йоси который мне никогда не был нужен прости меня вселенная а вот у него просто приписывали и мы прикольно с ним общались откуда столько энергии она на проекте побила очень сильно потому что типа на камерах показали что я типа зову куда-то ёсё я никуда его не звала это было постанова неестественно шевелите губами не знаю почему как я отношусь к тому что барзиков монтезирует на проект честно я считаю так что мы живем в этой жизни каждый имеет право делать все что он хочет максим вернулся в москву ко мне наконец-то его безумно люблю у вани вроде есть своя квартира где-то и ставлю не однозначно мне не с честным но если вот судить по мне то я считаю что мужчина должен строить карьеру вне периметра но это вот мое мнение потому что мужчина типа добытчик на проекте ну соусом если тебе 20 окей но мне мама сказала что да маша больше типа не отвечая на вопросы а что случилось все пропало нет у меня все пропало вообще все да давай я включусь к тебе попрошу нет у меня просто сейчас все пропало а а все появился у меня два процента зарядки но маш ты сама же виновата что у тебя нет опять зарядки я не пойму где моя сумка зеленая дай быстрее мне два процента но посмотри где какой-то свет один сейчас все появился ура короче я вам сказал что я отношусь к этому не однозначно потому что я считаю что мужчина должен себя реализовывать вне проекта у меня вот сколько братьев да и ни один из них вообще в принципе не относится к проекту нормально не то что там куда-то пойти поэтому как-то так вам не лампа нельзя было делать у нас не вывозит энергия а зачем телефон то есть она вас лампой стоим лампа телефона сидит искалки зарядка закончился я тебе принесла быстрее включай все до борзиков вернулся но честно я знаю почему он вернулся а потому что у него не закончена совершенно этапа период из-за того что а из-за того что он ехал с лешевских островов и ему сказали редактора проекта главный продюсер приезжай а вот алиса сказала что она принята встретить в аэропорт а он летел с марины африкантовой вот и он уехал за лизы из-за того что наслушался вообще спадет продюсеров проекта его собственно говоря выгнали общем голосованием и у него было это не закрытый этап жизни поэтому мне кажется всегда тянуло чтобы вы знаете как по закрыть это как вот отношения закончены вот ему нужно было прийти на проект чтобы этот этап у него был закрыт тогда когда он сам этого пожелает поэтому в этом плане я его прекрасно понимаю у наташ фамилии нет не знаю естественно не наши вот не отвечай на самая крутая очень помогает цвет волос собой собой у кого что слушали привет с германии германии привет что касается монтезира мне кажется это очень предсказуемо потому что наверное он конечно же не может пережить расставание с юлей и единственный способ наверное как-то самоутвердиться это прийти на проект я к монтезиру прекрасно отношусь ну как то так привет красавица всем привет родные ростов привет ростов привет мои хорошие капсулы видно это не проблема для меня но в моем случае это вообще не проблема я не скрываю то что у меня нарощенные волосы ресницы как бы для меня это не страшно казань привет родные мой муж решил ко мне вернуться через полгода я уже успокоилась что делать дочь ну не нужно меня спрашивать о таких вещах если ты придешь к нормальному даже психиатру да вон себе никогда в жизни не скажет если он нормальный да он тебе не даст совет он скажет что тебе уже самой принимать решение можете направиться можете сказать что читать какие тренинги делать но никогда не скажет тебе что делать в отношениях потому что свое время у меня были проблемы с моим мужем когда я приезжала к яна генрихович и голланду в нижний новгород и я вас прошла я ангелик что мне делать но вот я его люблю но он и постоянно изменяет он хочет ко мне при этом вернуться он искал маш я тебе не скажу ни слова ты сама решишь что тебе делать поэтому когда ты говоришь что муж от тебя ушел и хочет вернуться тоже успокоилась конечно по большому счету тебя бы любой сказал что если человек тебя один раз бросил то он то сделать еще раз и не раз но если тут лучше вопрос типа если это удобство какое-то до ощущения того что ты типа замужем то ты можешь вернуться но ты должна понимать что если человек один раз так смог сделать то второй раз на самом деле не за горами к сожалению большому но вот слушайте ну не про одного человека нельзя говорить что он был мы вообще здесь все бомжи на этой земле и суш так честно говорить мы не один человек с собой на тот свет которого никто не возвращался ничего не унесем поэтому как то так нужно просто оценить человека за то что есть как человек как личность и если вообще вот верить человеку у него на самом деле может получиться все в этой жизни даже самого богатого человека можно вбить в говно и он станет никем и даже с самого к психиатру ходят больные на голову вот сейчас я как раз хотела сказать и даже если верить в самого безнадежного он если с мозгами то он ставит очень даже успешным человеком что касается что психиатр только ходит больные на голову это не так психолог это более узкая профессия а те кто хотят более широко взглянуть на свою проблему они ходят к высоко квалифицированным психиатром и если вы так узко мыслите что мне ваш аль не нужно стать ставить какие-то диагнозы людям которые ходят к психиатрам психотерапевтам психологом что они больны потому что очень большое количество людей из нас больны да но просто не хотят этого признавать все того что алкоголем какими-то таблетками еще чем-то как вы живете с такой страшной внешностью куропатка 590 ты понимаешь то что внешность она не имеет по сути никакого значения зачем ты это делаешь что я вообще ничего не можно машинка зачем ты это делаешь что можно быть тысячу раз красоткой но при этом быть несчастным человеком а можно быть не очень красиво за теги дон крэмер это гениальный совершенно скрипач да он не очень удачный внешне и он говорил я вот первое отделение отрабатываю на то что привыкли к моей внешности а второе деле что в меня влюбились поэтому мне очень жаль на самом деле тех людей которые так узко мыслят в этой жизни а вот поэтому куропатка начать не может вадим мой красавец я тебя так сильно люблю это мусс лаунж это наш любимец вадим кампани лучший ресторан москвы самое атмосферное место там еще открылся караоке кстати вадим мы к тебе завтра придем да вадим мы к тебе придем потому что прилетела моя тетя мы к тебе придем с ней вот мамина близняшка может быть она и не придет еще завтра да нет у нас завтра много нет машин а нас много слишком будет нет да напиши наташа она офигенно натали здесь привет моя хорошая натали 76 mail я так тебя люблю если честно ты супер да я знаю я очень хорошая одесса привет а а где же муж и дети дочь я тебе скажу так очень много женщин которые вышли замуж у которых это исчисляется годами но поэтому они несчастливы не очень много женщин которые также родили детей но при этом они не обрели внутреннюю гармонию они это сделали так потому что так было нужно или потому что так вышло опять же повторюсь я тебе не буду блокировать потому что я считаю что ты немножко не доросла до того чтобы понять что счастье не в том что бы завестись детьми мужем и всем остальным а мужчины передо мной комплексуют нет я ни одного мужчину никогда не поставлю в то положение чтобы он чувствовал со мной себя неуверенным вот никогда панические атаки нужно делать аутогенные тренировки бей не знаю элементарно там вольяк медитации и послушай на ночь нужно заниматься вообще панические атаки это крутая вещь если честно говорить это знак тому что тебе нужно развиваться дальше в этой жизни и то есть если ты используешь эту мощнейшую энергию панических атак да это выброс такого адреналина в этот момент в реализацию себя новый да там для достижения каких-то новых целей потенциала возможности то у тебя все очень круто получается то есть важно в этот момент когда начинаются панические атаки не замкнуться в себе важно начать действовать начать искать что-то новое панические атаки это сигнал к тому что тебе пора твою вот эту безудержную энергию таланта и ума и харизму во что-то воплотить значит ты стоишь на месте волосы если честно да я не мыла мне не охота мыть но придется наверное завтра потому что завтра у меня эфир на первом канале поэтому вот только что мне позвонили ты ты самое лучшее хотела бы иметь такой рядом как ты да ну мужчины которые умные они хотят да маша ты сейчас гармонии с собой находишься период нравится так тебе отвечу на этот вопрос я наверное научилась вот у меня такой этап когда я наверное научилась радоваться каждому дню это раз сказать что в гармонии но я такой человек который знаете вот олимпийского типа резерва вот как вот готовят гимнастов да и они всю жизнь занимаются и когда у них отбирают там художественную гимнастику или какие-то вот эти виды спорта да олимпийские они думают что у них пусто внутри я тот человек который всю жизнь занимался на скрипке и я привыкла добиваться каких-то целей там карьерных высот еще чего-то поэтому я стараюсь быть в гармонии но у меня нет такого чтобы я находилась в каком-то латентном состоянии то есть чтобы я останавливалась и говорила ой ну всю жизнь прекрасна или я там курю грубо говоря бамбук и думаю о том что что будет дальше вот когда мы умрём все но такого нет я об этом думаю и у меня вот борются две таких составляющие типа чтобы достигать чего-то здесь пока мы живем и при этом не забывать о том что мы не вечны и радоваться каждому дню то есть вот у меня вот это вот эти две борются противосоставляющие о том что нужно успеть оценить сегодняшний день тех людей которые с тобой рядом которые тебе дорогие но при этом не думать о том что можно расслабиться и просто как бы уже ни о чем не думать потому что в принципе жизнь конечна и дальше ничего нет ну насколько мы знаем поэтому единственного хочется конечно что-то оставить после себя но такого чтобы я там не знаю с кем-то спала потому что мне нужны деньги или какие-то вот роскошные украшения роликс и карте поездки такого нет я сама добьюсь и добиваясь всего и могу позволить все поездки потому что мне важно быть тем людьми которые мне нужны я сама делаю всегда выбор пользу тех кто нужен мне родители финансово ну как вам сказать у меня всегда перед глазами был пример моего брата мой брат очень успешный богатый человек постарший да и я понимала что как бы нет не было такого что мне родители когда-то говорили что ты там должна но это всегда красной нитью прям проходила через всю мою жизнь что ты не можешь знаете там рассчитывать на своих родителей грубо говоря мы в материальном плане ты не можешь быть неудачницей ты не может быть содержанкой ты должна все сама медали крутейшее образование это московская государственная консерватория там гу и когда меня не взял мой педагог по скрипке который хотел со мной не буду говорить там окей когда он мне сказал что мне не возьмет в аспирантуру и поставил двойку у меня родители платили мою аспирантуру это миллион в год и плюс они мне помогали оплачивать съемную квартиру пока от меня ушел муж и я примерно полгода год точнее была в состоянии пограничен между жизнью смертью весел 27 килограмм я лежала на полу я считала что жизнь кончена в 24 25 лет что муж ушел что я как скрипачка не состоялась в плане звезды в том масштабе в котором я хотела работать в оркестре за 30 50 тысяч не хотела потому что только квартиру стоит 50 короче я конечно я я конечно офигела от этой жизни в тот момент конечно родители меня безумно помогли помогают по сей день как-то так когда а я вот тут я здесь моя слышно ребята у меня слышно ау ау привет всем привет меня слышно зайка привет всем приветик кто такой андрей а есть звук все окей слышно все спасибо родные просто я такая начинаю что-то говорить потом я вспоминаю что в эфире и вижу что никто не пишут и начнется паника что меня не слышно фу 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 цели сушку привет слушайте но вы думаете что найти мужчину это так просто если мне вселенная пошлет то у меня будет мужчина если мне не пошло то мне не будет ни детей не мужчины как бы это непредсказуемо ну дочь тебе кажется что я не тех выбираю мне не так много мужчин было на был только мой муж из всех мужчин мой официальный муж кто мне еще был на проекте андрей но это вообще смешно это детский сад больше на никого не было то ты пьяная людуедочка я тебя так давно знаю не будете блокировать у меня нет настроения это я считаю что в этом состоянии как бы если бы даже было так то нет ничего плохого ну если это не так часто в москве нелегко пробить ольна сестра да нету гришу концерта моего дяди они одновременно встретили годовщину свадьбы вот очень круто очень круто прогулин дают конечно могут быть музыкальное образование музыкальное образование дают вам как а коми привет нет кстати мне стас пишет постоянно каждый день практически не так приятно мне до сих пор не забыл уже прошло три года с момента нашей последней встречи мы знаете нет такого у меня все мои бывшие остаются моими очень дорогими людьми потому что за часть моей жизни и метод никак не мешает жить дальше вот селена конечно все на все слышите очень верю во вселенной в исполнении всех желаний вот поэтому как-то так вовочка да он сидит с марта прошлого года да ну что ж вы знаете каждый человек должен отвечать за свои поступки это абсолютно верно абсолютно правильно потому что если бы в нашей стране не было таких меры вообще не только в нашей то это был очень страшно ни один человек не имеет права обманывать другого человека все должно быть экологично а вот поэтому вова вова отвечает за свои отвратительные и мерзкие поступки в своей жизни нет я по нему совершенно не скучаю этот человек для меня это закрытая книга со мной рядом не могут находиться люди которые делают плохо другим людям как-то да мне тоже казалось что он очень хороший добрый человек из у которого мама военный психолог папа воевал в афганистане в чечне и я ему очень поверила команда я отдала обратно ветеринару на этом наше общение прекратилось навсегда видимо ингусик я тебя предупрежу как я буду в сэм германия привет мои родные так рада вас видеть я кстати была прилетала к своему другу это были крутые времена два года назад очень крутые мы отдыхали турции с кристины кстати с мамочкой с моим племянником и там я познакомилась с одним крутым чуваком и я к нему пролетела через месяц даже чуть меньше после отдыха в в германию саде у меня это конечно не общаюсь нас ничего не связывало не связывает архангельск привет я ложусь спать где-то в 4 в 3 в 4 как-то так раньше не получается она хочешь блокирую сама меня вот из честно блокировать никого мы сегодня стране хороший очень мне вернули деньги за телефон поэтому не охота никого блокировать значит привет я блокирую когда у меня плохое настроение мам а маша скажи что у юли смони вообще понятия не имею они как много было вон ко мне не медикого отношения я ненавижу клубы я люблю отдыхать только семейным кругом ресторанах и вся клуб это не для меня что там делать я сама классический музыкант или мета клубная музыка это ужасно вы как рад привет до вернули не от другого верну но я тоже никогда бы не могла подумать потому что даже моя мама поверила воли маршрут сохранить и хорошо детки сильно супер пели у леди гинеколог моя дорогая спасибо это кстати очень мой дорогой врач вот к ней все ходят с дома 2 или совы все абсолютно дочь видишь не получается у нас чтобы забеременеть так ты сидишь изнутри да что ты делаешь до трех ночи я слушаю медитации также у меня есть паша это мой коуч это мой тренер это мой психолог онлайн который мне присылать медитации все выполняю на офигенный привет привет всем привет всем привет мои хорошие так рада вас видеть тогда дома жарко очень реально за есть ты хочешь ты идей перекрасьте в светлый мне комфортно так как мне комфортно неужели ты думаешь что мне сейчас сообщила то что мне нужно покраситься светлый и я пойду краситься но это смешно стою в девять десять как как положено по времени вот завтра нужно готовиться на первый канал мне нужно ближе не знаю что мне кто-то тысячный раз тебе вопрос когда у меня начался вы знаете у каждой женщины он начинается по-своему если вы переживаете что у вас начнется там в 30 лет или в 35 лет чем вы переживаете во сколько начнется во столько и начнется а потом во сколько он у меня начался вам какой-то этого дела вообще просто я даже не понимаю вопрос сейчас уже 70 я не помню когда начался и вы забейте то пришла об этом сообщить спрашиваете спрашиваете очень интересно я сама забыла цвет волос очень идет это правда это правда так и все тысячи мамочку вас на это правда так дорогие друзья ждут вас лайки и комментарии на каждый пост и на подписку на мой лайф аккаунт кстати фея вернет с 16 числа 16 вождите слушайте неужели вы думаете что мне не о чем думать кроме как о том что изменял ли бородина вот это просто такой прикол как могут люди думать о том что делать другие люди у них все своей жизни нет я понимаю что мы с вами там сидим прямом эфире общаемся что-то обсуждаем а вот это и фигню думать вообще кто кому изменял такой бред цвет волосбом это кому нужна помощь вообще все такая фигня у кого какие какой когда климакс у кого куда что это вообще такая фигня мы все равно все состаримся все помрем просто главное прожить жизнь прожить жизнь красиво экологично в гармонии с собой с внутренним миром любить людей это очень важно фирма краски я не знаю ребят меня красят мой стилист я сама в жизни не крашу волосы не мою ничего не делаю шикарно выглядит спасибо очень приятно это слышать вот дорогие друзья так радость честно с вами быть в новом эфире так все стоит не падает мысли мои чувства спасибо просто есть какие-то люди примитивные которые задают какие-то тупые вопросы я думаю но люди вот вообще вот до конца жизни так наверное не поймут смысла жизни то что самое счастье это просто жить дышать вставать по утрам радоваться снегу дождю ветру и не знаю холоду с лякоти траве воде всему запах хлеба крошкам а люди какие-то есть желчные которые до сих пор живут каких-то измерениях для меня непонятных которые наверное не поняли истинную ценность жизни и все равно у каждого рано или поздно произойдет произойдет этап через который до него вселенная донесет истинную ценность у кого-то через болезни у кого-то через потерю материальных там каких-то благ у кого-то через потери любимого или ну в общем вы понимаете или потери родных а вселенная знает как каждому донести истинную цену жизни просто хочется чтобы каждый сам это понял без каких-либо потерь у меня были такие моменты когда я там знаете там начинал залетать и думать что у нее круто имя очень резко жизнь так вот вселенная тут же вот это все обрывало и давало понять что я такая же как все никто из нас не застрахован ни от чего доченька это очень примитивно мыслишь валили сама себе противоречишь радоваться всему и через одну историю трагедию ужас я радуюсь всему но это не значит что я не переживаю если у меня пропадают деньги что я не переживаю от каких-то там любовных потрясений еще чего-то а в глобальном смысле радуюсь но это не значит что у меня улыбка как у клоуна не схватит 24 на 7 мой инстаграм это мой лайфстайл мой инстаграм зону где я рассказываю во всем что у меня происходит жизни и министы на сказать о том что мне плохо или о том что я пролошилась о том что кому-то отправила бабло и меня там обманули мы не стыдно рассказать абсолютно все поэтому не нужно меня здесь цеплять за слова и все равно поверят ничего умеет чем ты даже подумаешь и напишешь вот нет я не мыла голову я обрызгаю сухим шампунем потому что у меня нет сил доехать до салона а сама мать голову я не хочу потому что у меня нет времени вчера пришла в 5 утра делала медитации до 7 утра встала в 9 вышла из дома в 10 30 до этого я погуляла с собакой съездила еще за деньгами за телефон который мы здесь встречались с другом потом мы поехали на конкурс другой город ехали на поезде час потом еще на автобусе час потом на конкурсе провели час потом мы приехали обратно три с половиной часа по пробкам потом мы приехали к максу который снял квартиру потом еле доперли до дома мы сходит огромное расстояние пожирали вышла в эфир сейчас я дай бог усну в 5 30 встану я в 10 потом не буду готовиться к первому каналу поеду на первый канал потом у меня будет вторая съемка потом у меня реклама и потом может быть к вечеру в пятницу я вы же со своими родными своей тетей сестрой моим братом родным любимым ну вот как то так поэтому не нужно вот поэтому не нужно здесь стройте себя самых умных самых крутых из себя и самых всех знающих вот про эту голову да я могу не мыть голову хоть месяц мне интересно вас чё в шиппере бегут с моей головы на вашу я что с тобой вот на подушке извини сплю тут я не понимаю когда мне люди начинают вот у тебя здесь кастрюли да мне глубоко плевать какая здесь кастрюли потому что ко мне придут люди они не помоют мой мою квартиру то несчастную 20 квадратов и я пойду в спаре куплю жратову вот как сейчас на 4000 и просто поужинаю накачку пил не такой ну там и спиртную купил просто почему каждый думает что я должна жить так как у него укладывается вот его голове может быть я как раз таки дана вам для расширения вашего сознания чтобы не пример не пилили мозги своему мужу и своим детям передержку и нашла у нас есть только таракана в голове что вам и не снилось ой боже мой а мне нравится еда мне я не привередливая да правильно вот вы поймите может человек тысячу раз помыть свою там пищу грубо говоря и головы при этом быть грязный как человек свет кому нужно самим готовить тебе тебе нужно ты готовь вот нам настолько повезло что мы с мамой живем вдвоем и я запретила готовить и она со мной согласилась потому что it's a waste of time это потеря времени пойми важнее погулять важнее поговорить чем стоять и чистить эту картошку которую за себя могут почистить ты купишь пойдешь в магазин или в ресторане закажешь себе но это мое мнение я раньше также стояла упакивалась это вот вот всю молодость потеряла а кому это было нужно никто это не оценил не слушай никого ты супер иди спать жаба а кто имеет что-то против жаб вот я не понимаю это такие же животные их создал наш творец и мы должны их уважать почему считать что таракана нужно убить и можно что жаба это жаба я вот шоке я реально в шоке это полная дискриминация что что но это правда так же нельзя да мне не надо торопиться потому что когда встречу свою любовь это уже все это уже конец всего а пока я только в ожидании самое прекрасное время это то же самое что ты вот идешь в своей мечте потом ты обретаешь и пустота поэтому не нужно мне желать 3 как можно быстрее родить тоже вот не нужно мне этого желать поверьте блин ну когда никогда тебя сейчас не уважал сейчас просто кардинально поменял меня потому что нужно вслушиваться в мои умнейшие слова дочь ты вот поверхностное мнение составляла обо мне а я вообще-то уникальный человек вот вы сейчас со мной общаетесь в эфире и от меня идут флюиды между прочим успеха потому что я пережила клиническую смерть и у меня есть потрясающие способности которые передаются на расстоянии я вас заряжаю на исполнение желаний на успеха деньги богатство любовь все остальное я мечтаю на дом 2 меня туда не берут я прошу заплатить даже за то чтобы меня взяли но нет я не топовый участник было конечно как психолог я работаю у меня на попечительстве около 50 девочек с которыми я каждый день общаюсь 24 на 7 вот сами они выздоравливают так что ребята меня глючит уже не стая вас люблю целую обнимаю подписывайтесь на мой на на мой лайф аккаунт чтобы не потерять в мэре . 24.7 лайкайте мои посты комментируйте мои посты и ставьте реакции на stories подписывайтесь на мой лайкайте мои посты комментируйте 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 подписывайтесь на мой лайкайте мои посты комментируйте мои посты комментируйте мои посты комментируйте мои посты комментируйте мои посты комментируйте